Вирус стал более заразным, инфекция распространяется быстрее, лечение проходит дольше. Мест в больницах сейчас хватает. В боевой готовности новые ковидарии. Терапевтический корпус БСМП, Тимская ЦРБ, отделение 4-й горбольницы. Это сотни дополнительных коек. Есть и эффективные препараты для лечения тяжелых пациентов, будут новые закупки. Весной ранней, когда я обращался к вам, мы выделяли порядка 80 миллионов. А сейчас мы просим рассмотреть, если возможно, около 50 миллионов рассмотреть по выделению на покупку этих препаратов. Готовьте необходимые документы. И, Ольга Николаевна, прошу принять с коллегами из Комитета финансов оперативно отработать предоставление этой денежной суммы для своевременного приобретения этих препаратов. Новых ограничений не избежать. Глава Курского Роспотребнадзора предложил большой список. Например, перевод выпускных баллов и Дня молодежи в онлайн-формат, отмену массовых мероприятий, работу фудкортов. Только на вынос режим самоизоляции. Для пожилых 50-процентную наполняемость в кафе и ресторанах. Одно из главных событий лета – Курскую коренскую ярмарку провести без зрителей и концертов. Так жестко действовать пока не будут, но некоторые ограничения все же введут. Проведение Всероссийского форума по промышленному туризму, запланированного 1-2 июля, согласовано с Роспотребнадзором при выполнении необходимых требований. К участию в форуме будут запускаться лица при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Фудкорты работать продолжат, но с 50-процентной заполняемостью. В такой же формат перевозят кафе и рестораны и учреждения культуры. Курскую коренскую ярмарку тоже пока не отменяют, но усиливают меры безопасности. Участники ярмарки, те, кто торгует, те, кто принимает участие в круглых столах, в заседаниях, они на руках должны будут иметь один из двух документов. Либо справка об отсутствии коронавирусной инфекции, лабораторное исследование, ПЦР-исследование, либо сертификат о наличии прививок двух. По большому счету, если негативно будет развиваться событие, ярмарку отменим даже в последний момент. Жизни здоровья не стоят никаких денег. Жизни здоровья человека. Врачи уверены, вернуться к нормальной жизни будет возможно только когда мы выработаем иммунитет, а для этого нужно сделать прививку. Обязательную вакцинацию в регионе пока не вводят, но думают над этим вопросом вместе со специалистами Роспотребнадзора. Анна Пикулина, Соботе дня.